Во время быстрой поездки важно уверенно преодолевать бордюры. Или поребрик. Тут вам поможет отталкивание одной ногой. Ольга на роликах. Как правило, приземляются после такого прыжка в халфрейме. Это будет очень стильно. Особенно такое приземление пригодится при прыжках на ступеньке. Так можно хорошо подогнуть ноги. Но можно делать и обычное приземление. Отталкивание одной ногой менее страшное, чем двумя. У вас меньше шансов зацепиться за бордюр. Или поребрик. И даже если немного зацепитесь, одна нога все равно будет за ним. И все будет хорошо. Прыжки с двух ног более мощные. Но и тут есть хитрости. При прыжке на бордюр и высокие объекты главное это отталкивание носочками. А теперь внимание. Если вам попался плохой участок дороги и его нужно перепрыгнуть, отталкиваться нужно пятками. Носки тянем на себя. Потренируйтесь на месте. Ноги не должны вылетать из-под вас. Иначе вы упадете. Такой прыжок будет полезен при проезде мелких ямок или спрыгивания с бордюров. Да, бордюры не идеальны. По ребре при съезде можно зацепиться за выступ. А теперь самое главное. Прыжки спиной вперед. На самом деле это страшновато. Но это значительно расширяет ваши возможности и разнообразит катание. Начинать тут стоит с обычных маленьких прыжков. Отталкиваться при этом носочками. Немного остойки. Ведущая нога выставлена на пол ролика или ролик вперед. Колени хорошо согнуты. Если ведущая левая, смотреть через левое. Спину сильно не наклоняем и уж тем более не скручиваем. Пробуем на небольшой скорости сделать прыжок. Если вышло уверенно, пробуйте выше, поджимая ноги. Затем прыгните высокий в фейки 180. Получается, пробуем запрыгивать так на бордюр. Когда получился фейки 180, пробуем обычный прыжок спиной вперед. Дальше включайте воображение и тренируйтесь, комбинируя прыжки. Продолжение следует...